Добро пожаловать, друзья мои! Это у нас охота на Гоутмена, на человека-козла. Мы должны поймать его, должны его уничтожить, потому что он здесь творит просто какое-то невероятное безумие. В конце прошлой серии мы побывали с вами в церкви, побывали на кладбище и узнали интересную вещь. Люди оставили записку о том, где живет эта хрень. Тут, кстати, оптика. Это третий чел, который здесь доступен. У него есть снайперское ружье, но у него очень мало жизни. То есть, не есть хорошо, конечно, но как-то будем постараться с вами выживать. Давайте берем самое необходимое, капканы, берем хилки, несколько мин надо взять, камеры. Ну, в принципе, все то же самое, что мы брали и в прошлый раз. Сишки. Надо понять, где здесь озеро, где оно находится и как нам туда пробраться. Так, по трошке это, конечно, все хорошо. Включаем компьютер. И будем сейчас двигаться. По большому счету, от него убежать можно. То есть, как бы, это вполне себе реальная тема. Так, озеро, озеро, озеро. Давай попробуем дрона запустить. Так, полетели. Чего мы не взлетаем? Вот. Озеро, озеро, озеро. Так, поворачиваемся. Вот, смотри, вот это, наверное, озерцо. И где-то по эту сторону он живет. То есть, люди говорили так. Вот раз. А вот здесь его много. Вот тут, наверное, вот в этой скале, мне кажется, что он вполне себе может жить. Если бы дрона показывал. Слушай, а может мы его опустим немножко? Может мы его немного опустим и посмотрим. Может быть здесь какая-то пещера есть. Так, разворачиваемся. И немножко ниже. Блин, я бы сюда сходил, конечно. Но это, во-первых, далеко. А во-вторых, очень высокий шанс сдохнуть можно. Понятно. Пускай дрон сидит здесь. А мы с вами, наверное, знаете, куда отправимся? Так, где мы еще не были? Черт, мы были. Грейфьярд именно полноценный. А это Гринфилд. Это Гринфилд Виллэдж, там где мы были с вами. А вот до Грейфьярда бы не помешало добраться. Теперь у нас оптика. То есть, мы не сможем ни с автоматом быстро пострелять. То есть, ни дробовиком. Хорошо так поддать Гоутмену придется. Аккуратно где-то его издалека выслеживать, если увидим. Такс. Компас я пока не убираю. Пускай будет. Хотя вот тут мы не заходили, по-моему. Я не помню, что мы заходили. Сейчас быстро глянем. Дровишки. Что такое вообще? Что это такое? А, это какая-то бочка, что ли? Я не знаю. Так. Что в доме у нас там интересного? Сейчас быстренько зайдем, посмотрим. И будем направляться в Грейфьярд. То, откуда поступило изначально сообщение о том, что все хреново, все плохо. Такс, погнали. Кринфилд Виллэдж нет. Грейфьярд, вот. Сейчас мы попробуем это дело переплыть. Вроде как персонаж, я так понимаю, плавать умеет. Плохого в этом еще нет. 300 метров. Вроде кажется, да? 300 метров, пробежал, забыл и даже не паришься. Вот, давайте посмотрим. Вот так у нас персонаж выглядит. Чем-то напоминает персов из Call of Duty. Какого-нибудь там Госта, например, и так далее. Так, тихонечко. Вообще неплохая выживалка бы получилась. Карта есть, немножко ее доработать и было бы то, что надо. Пербайн Виллэдж. Мы там тоже не были, кстати. Ридж. Нет, подожди, я в другую сторону шел. Стопэшка. Что-то мы попутали рамсы. Вот, Грейфьярд. 240. 240 метров. Может быть, где-то и здесь он живет, понимаешь? То есть, надо идти именно в Грейфьярд и там уже искать, смотреть. Потому что здесь огромное количество, наверное, каких-то пещер, скал и так далее. А зная, где он точно живет, можно там неплохую ловушку сделать. По-моему, я змею слышу. Где-то была змея здесь. Такс. Грейфьярд 40... Вот, вон Грейфьярд уже. Вот куда нам и надо было. Так мы же здесь были, по-моему, нет? 22. Ты хочешь сказать, что это все, что осталось от Грейфьярда? Серьезно? Так. Что-то там, по-моему, было написано или... Показалось, видимо. Блин, вариант, конечно... О-о-о-о-о-о-о, плохо дело. Я его где-то там вдалеке услышал. Игра про фризевый, да, кстати. Игра довольно неоптимизирована в этом плане. Вот тут у нас было сообщение. Блять! О-о-о-о, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! я начал сначала. В общем, смотрите, что нам рекомендуют. Надо найти Барн, мы там уже были, на мосту мы тоже были, Грейфьярд мы уже посещали, Чорч мы тоже видели, и надо посетить все деревни, чтобы найти хоть кого-то выжившего. То есть где-то есть кто-то выживший. То есть это было бы интересно, конечно. Сетью трэп с... хантинг... Понятно. Используйте ловушки, используйте все снаряжение для того, чтобы победить этого засранца. Такс, давайте дальше смотреть. Где мы еще не были? Тут была деревуха. В Гринфилде мы были. Upper Pine. Эмбер Pine Village. Вот туда мы будем держать свой путь тогда. 900 метров. На самом деле это до херашечки здесь бежать. Может что-то интересное найдем по пути. Резко, внезапно у нас поменялась погода. То есть реально была какая-то магическая хрень произошла. Видимо появился, наверное, Готман и просто нас завалило. Моментально. Потому что мы узнали, где он живет. Это как со Слендером. Если ты все ближе и ближе собираешь нужные листки, то в любом случае ему это не нравится. Он максимально быстро пытается тебя уничтожить. Оу! С одного выстрела неплохо. Неплохо, неплохо. Ребятки, вы что-то совсем ебудали, что ли? У нас, по-моему, СВДшка есть. С нее довольно нехило жахает. Так, нам надо вот туда вот. Эмбер Pine. Будем идти. Путь, я так понимаю, не самый близкий, поэтому придется как-то добираться. Надо было туда, конечно, дрон запустить. В игре, скорее всего, где-то есть выживший. То есть человек или хотя бы остатки хоть кого-нибудь, чтобы мы понимали, что здесь не все так плохо и потерян. Может, кого-то и спасти надо будет. Тот же Вортекс, который мы обозревали, когда в свое время пытались выживать, там, конечно, не было выживших, либо мы их еще не находили, но там были, по крайней мере, трупы людей, с которых можно было что-то взять, какие-то записки и так далее. Здесь пока ничего такого нет. Так, сколько нам еще? 400 метров. Карта здоровая. Карта реально просто неебических масштабов. Так что, если хотите еще больше серии по Гоутману, не забывайте поставить палец вверх. Понятно? Вот у нас все ясненько. Так, нам вот сюда, получается. 300 метров. Я слышу, где-то, по-моему, то ли лось загорелся, то ли еще какая-то хрень. Видишь, они нападают на людей. То есть они нападают на всех здесь, кто бы тут бегал. Так, 300 метров. 200. Мы почти прибежали. У нас что-то с жизнью, но нас коцнули немножко. А это не из хорошо. Так, погнали, братишка, погнали. Все будет найс. Ты главное не очкуй, не дрейфь, и все будет четенько. А вон я уже вижу, по-моему, деревушка. Мы с вами добежали, друзья мои. Теперь осталось только внимательно это все дело посмотреть, полутать. Вот целая деревня. Судя по окнам, здесь выживших что-то не особо много. Я так быстренько пробегусь. Блин, там змея где-то рядом. Там где-то рядом змея. Так, пошли в нижний. Блин! Ты что творишь? Нахер пошел отсюда! Шипела, как змея, серьезно. О! We don't understand why it often attack here. Мы не можем понять, почему он нападал здесь. Почему эти атаки были тут именно. Так. Записочку-то мы нашли. Записку мы нашли. Может кто-то есть все-таки, какое-то тело или еще что-то. Но сорвать ее нельзя. Сорвать ее посмотреть нельзя. Главное оставлять двери открытыми, чтобы я примерно понимал, где мы, что мы поутали. Так, в окне вроде чисто. Сейчас зайдем посмотрим. Такие предбанечки забавные здесь. Так, лутецкий, лутецкий. Паута у нас более-менее как бы ситуация нормальная. Вот Эмма. Эмма. Свет забрали. Странный шум какой-то, серьезно. Деревня довольно большая. То есть она довольно далеко от дома. Вот там что-то есть. Блядь, это был наш братишка, которого мы не должны здесь ждать. Ох, какой дом хороший. Какие кошерные дома-то, да? Странно. Поискать выживших. И как ты мне скажешь, где тут хоть один выживший есть? Хоть намек на живого человека. Живой человек, наверное, бы оставил либо следы крови за собой, либо еще хер знает что. Какие-то записки и так далее. Ищите меня там-то, там-то. Так, не лагай, игра. Не надо. Так, там чисто. Пока он сюда доберется, пройдет, наверное, очень много времени. Я успею еще посмотреть. Уже, кстати, ночь. Уже очень быстро здесь темнеет, поэтому надо иметь в виду. Так, трэпы. Но трэпы нам не надо. Что-что? Трэпы нам не нужны. Блин, хоть одно тело бы найти, что ли. Твою мать. Бля, стрёмная херня. Реально стрёмно здесь ходить так. Конечно, в компании было бы весело. Опа. Тут за... Это окна задвинуты. Смотри, может, тут кто-то есть? Может, я наконец-то найду человек... Человека? Непонятно, как-то странно светит фонарик. Вот это вот не искрут ни хрена. Нет, тут вряд ли кто-то есть. Хотя всё говорило о том, что здесь вполне может быть чел, потому что он, типа, забаррикадировался. Смотри. Закрыл ставни, закрыл окна. То есть, значит... Где-то, может быть, рядом он. Так. Домов много. То есть, интереса тут как бы хватает всё это дело поудать. Так, в этом мы были в зелёном? Сейчас ещё раз пробежимся, посмотрим. Может, я не всё посмотрел? Так, в этом мы были. Во, где-то змея рядом шуршит. Это точно змейка. Там патроны мы тут были. Что у нас здесь? Тут мы тоже были. Караван. Бридж. Но придётся тогда двигаться до моста, наверное. Грейфьярд. Всё прочекали. Мы уже посмотрели. Тут только была записка. И, в принципе, наверное, всё. Может быть, как вариант, кстати, что выживший находится там, где живёт, собственно, Коутмен. То есть, то, откуда он приходит. А приходит он с моста, насколько мы помним, да? Так. Так, так, так. Бридж. 560 метров. Блин, среди ночи туда бежать как-то не очень прикольно. Ибо нас могут очень быстро вынести. 500 метров до моста. Ладненько, ладненько. У нас уже третья серия. Мы пытаемся всё его убить, но у нас никак не получается. То есть, опять же, я говорю, фишка в том, что, наверное, надо больше людей. То есть, больше народа, больше шансов его убить. И быстрее. Поставить как-то грамотно мины, как мы делали с Рейком, как мы делали с Бигфутом. И тогда всё будет чётко. Так, бридж. Что-то мне звуки не нравятся, какие-то стрёмные. Так, эту деревуху мы чекали. Либо, а здесь, когда мы умираем и начинаем заново, то есть, оно рандомно, допустим, там если есть какой-то человек, то он рандомно где-то появится. Ох ты ж твою налила. Так. Так, 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 так. Там что-то светится, там что-то есть. Видно, да, отсюда? Тупо видно всё. Это пещера, что ли? Могу ошибаться, но, по-моему, это смахивает на какой-то вход. Либо это просто темно очень мне. Вот туда бы сходить, посмотри. Там, видишь, как сияние какое идёт. А это явно не просто так. Здесь у нас бридж, смотри. То есть, мы с тобой заняли самые высокие позиции, и вполне вероятно, что эти скалы же как-то подсвечиваются по-другому, в отличие от того, где мы сейчас бегаем. Значит, там что-то есть. Хоришь бы не сдохнуть нахрен. Хм, интересная сооруженница. Давайте спустимся, посмотрим. Может, это реальный его дом здесь? Нахер с пляжа. О-о-о, здесь реально можно пройти, кстати. Какие-то, блядь, ебеня. Сейчас зайдём, вообще не... Тут алтарь! Тут алтарь стоит! Блядь! Сука, тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Спокойно. Спокойно, змейка. Блядь, я не вижу, где она? Эти грёбаные змеи просто проваливаются нахер. Слушай, серьёзно, хоть у тебя и не вижу её. А, вон она. Так, дождь, значит, он вернётся сейчас. Что это? Мы нашли какой-то секретный алтарь. То есть, взаимодействие с ним есть какой-то? Ой, пиздарики. Походило. Там, по-моему, есть записка. Или там что-то... Что это такое? Сердце? Это то ли свеча, то ли сердце. Я не могу понять, что это такое вообще. Это свечка, наверное. О, так лучше видно уже. Ладно. Я понял. Значит, видишь, сколько секретов разных интересных локаций тут есть. Теперь надо отсюда выбраться. Желательно живым и невредимым. Блядь! Нехера. Нехеровенько так наскот снова. Можно я похилюсь как-нибудь? А, он типа ставит? И только потом... О-хо-хо-хо, логика. То есть, чтобы похилиться, я должен положить на пол аптечку. И только потом уже могу её использовать. Это довольно странная тема. В общем, друзья мои, мы нашли с вами ещё одно интересное место, которое на карте у нас никак не указано. Но это вряд ли... А может быть, это, кстати, и дом его. Вполне вероятно, что это может быть дом. Но он должен жить у нас немножко в другом месте. Так. Бридж 250 метров. Сбираемся дальше. Раз игра позволяет нам сбираться, давайте попробуем. Тихо-тихо-тихо, не падай. Вон, вон мост. Вон я вижу мост. Вон его отсюда видно. Тот самый мост, который нам и надо был. Что у нас здесь ещё? В самых высоких точек просто всё хорошо видно, поэтому можно что-то попытаться даже найти. Так. Ну да, ну да, ну да. Попытаешься ты там что-то найти. Пойдём, перейдём через мастец, посмотрим. Первый раз было написано, что типа, иди домой. Тебе нихера тут делать. Это, по-моему, наша база. Могу ошибаться, но, по-моему, это наши три монитора. Это наша база. Вон, аж там далеко. Так, ладно. Охота на человека-козла у нас продолжается. Странно. Мне иногда кажется, что я его где-то вижу. Это уже паранойя. Ха-ха. Самое... Блядь. Тихо. Надо агриться. Возвращайся в свой дом. Я помню, мы туда дошли, и он на нас напал. Это была самая первая серия. Ёбаный свет! Он идёт сюда! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Он вызвал, смотри! Уходи, уходи, уходи! Бля, уходим, уходим! О-о-о! Медведи! Твою мать, уходим! Ни хрена. Написано было реально, возвращайся домой и никогда сюда не приходи. А-а-а! Бля-бля-бля-бля-бля-быстрей-быстрей-быстрей! Медведи свалили нахер отсюда! Свалите нахрен! Чё вам надо-то, ублюдки, бля? Слушай, там его дом получается. А если мы хотим к нему домой, значит, надо осторожно пробраться туда. Бля, медведи, конечно, сука, вообще не в тему. Так, минус один. Минус два сразу с одного выстрела, что ли? Прикольно. О-о-о! Возвращайся домой. Значит, ты, ублюдок, живёшь где-то здесь. Хорошо, значит, смотри, что мы делаем. А мы сейчас кладём вот это сюда и подхиливаемся и забираем остатки дальше. Побежали. Попробуем так обойти. Если он оттуда появляется, значит, где-то тут твоё логово. Ну, это как предположение, не факт, конечно, но просто предположение. Так, вот мы вышли с этой стороны. Тут есть типа тропинка. Я не знаю, правда, куда это может привести. Но чисто по логике люди сказали с другой стороны озера. Озером тут что-то пока особо не пахнет. Чего угодно, только не озеро. Хоть и бей, я его тут не вижу. А если ещё раз туда подойти, он ещё раз появится, интересно? Карта просто неебических размеров, серьёзно. Ходи, броди, ищи сколько твоей души угодно. Вообще, на том мосту, наверное, лучше поставить камеру и потом уже наблюдать за ним. Что мы, наверное, сейчас и сделаем. Так, где мы ещё не были? Мы с вами были... Эмпербайне мы были. Гринфилд, Гриньярд, Бридж. Всё, это, в принципе, более-менее все локации, наверное, которые тут были. Но есть ещё куча секреток, которые надо искать, смотреть. Чё-то, мне кажется, надо к кладбищу сгонять. Вообще, желательно бы найти озеро. То самое, о котором говорилось в одной из записок. Тихо. Оу-оу! Братюнчик, ты чё-то это попутал, Рамсы, немного. А мясо лутонуть нельзя с тебя, да? Мясо с тебя взять нельзя. Вот этот самый мост. Вот это самая стрёмная хрень. Видишь, взять это я тоже не могу. То есть, никакого взаимодействия. Я думал, он как-то их берёт, типа, и складирует эти записки. Но нет. Прочитал и убежал. Чё это там за свет такой был? А чё это там светится? Там разве может быть какой-то свет? Это странно. Давайте попробуем подойти посмотреть. Главное только не убиться. О, какое скалистое ущелье у нас тут. Найти бы твой дом, падла. Я бы там все мины, блядь, перетаскал бы туда. Чё это было? Ай, так, господи, это берёза. Я думаю, чё там такое? Вот у нас уже темно. Вот у нас темнота настала. Там домишко. Там у нас домишко. Туда, в принципе, можно было бы сгонять. Ладно, побежали. Я же говорю, мы даже половины жизни у него не забрали. То есть, сколько мы бегаем, что мы делаем, половины жизни даже близко нет. Блин, там был какой-то свет. Мне кажется, что туда имеет смысл сбегать. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Сколько тебе надо попасть? Два патрона. Медведь убивается с двух патронов. Стальная живность у нас убивается с одного. Так, вот мы добежали. Мы здесь были. Здесь он нас тоже, как говорится, убивал. Но я не успел это дело полутать нормально, то есть полноценно. Мы сюда заходили. Давайте попробуем, может, дверь можно закрыть? Двери у нас не закрываются. Блядь. Он всегда появляется, когда мы сюда заходим. Тут есть какой-то, смотри. Уйди нахер, уйди. Уйди, собака. Блядь, он закрыл. Он закрыл двери. О, херово, проходи, проходи. Ты прикинь, он закрыл реально за собой калитку. И все, и чеши-куши. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Там был замок, и там висел. Уходи, 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 уходи нахер. Все, походу, мне пиздарики. То есть от него вообще никак не реально убежать. А-а-а, бля-бля-бля-бля, плохо. Хоть бери, блядь, да мины снять от себя. Опа! Так, давай попробуем загорить его на те мины. Бля, медведь бомбанул. А-а-а, печалька. Твою мать. Ну его это не сильно коцнуло. Я думаю, что на этой ноте мы закончим, друзья. Если хотите мультиплеер, не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх и заходить в группу ВКонтакте. С вами был Брейн, мы пытались поймать человека-козла. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok